Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Меня зовут Сергей Трачанов. В преддверии Международного Дня памяти умерших от СПИДа, который отмечается 15 мая, сегодня в гости мы решили пригласить районного специалиста по ВИЧ-инфекции Люберецкой районной больницы номер 2 Елену Разговорову. Елена Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, сразу вам скажу большое спасибо за то, что пришли, потому что та проблема, которая будет подниматься сегодня здесь, очень важна и должна быть услышана абсолютно каждым. Более того, ответы на все интересующие вопросы хотелось бы получить у профессионала своего дела, поэтому спасибо за то, что к нам пришли. Ну, и чтобы как-то познакомить вас с нашими телезрителями, расскажите про свой опыт, как давно в этой профессии. Вы знаете, именно как врач, работающий с ВИЧ-инфицированными, я работаю с 2001 года, то есть с того момента, как в Люберцах было создано районное отделение по профилактике борьбы со СПИД, и вот уже скоро будет 17 лет, как я работаю. Расскажите, что такое СПИД, в чём главная опасность, почему так люди боятся, это слово? Вы знаете, к сожалению, здесь несколько причин, почему так люди боятся. Начнём с того, что ВИЧ-инфекция – это сейчас хроническое, несмертельное заболевание, которое хорошо поддаётся лечению, при условии, что человек принимает специальные препараты противовирусные, и люди, принимающие препараты, живут до старости и умирают от проблем возрастных, а не от СПИДа. И в то же время у нас в России достаточно большая стигматизация этого заболевания, и заболевания как такового, и людей ВИЧ-инфицированных. С чем это связано? Это связано с тем, что в середине 90-х годов первые случаи заболеваний, заболевших у нас в России, это были работники или работницы коммерческого секса, первые, значит, да, и потребители инъекционных наркотиков. И в обществе до сих пор существует абсолютно чёткий стереотип, что кто болеет ВИЧ-инфекцией? Проститутки и наркоманы. Хотя уже с 2006-2008 года, ну, с 2010 года точно, основная масса выявленных, вновь выявленных ВИЧ-инфицированных – это люди, заразившиеся половым путём, имеющие одного или двух половых партнёров за всю свою жизнь, которые социально адаптированы, имеют прекрасное образование, хорошую работу, семью, и никогда бы в жизни они не предполагали, что могут заболеть. И вот здесь, понимаете, какой вопрос, получается ножницы, да, между тем, как общество относится к ВИЧ-инфекции, и тем, кто заболевает. Я сейчас говорю о центральном регионе России, о Москве, о Московской области, не беру Урал, Алтайский край, там, где идёт очередная волна наркомании. Мы уже не видим наркоманов среди вновь выявленных больных. Мы видим нормальных людей. Но у этих нормальных людей, хороших, социально адаптированных, у меня все больные нормальные на самом деле, все очень хорошие, у них совершенно чётко в голове, вот эта стигма существует, что раз я не отношусь к группе риска, то, соответственно, я не могу заболеть. А раз я не могу заболеть, у меня единственный половой партнёр, допустим, да, за всю мою жизнь, то то, что мне говорят врачи, это ошибка. Здесь ещё такой момент, как протекает ВИЧ-инфекция. Дело в том, что человек заражается, очень редко у него развивается так, как называемая, острая ВИЧ-инфекция. То есть заражается первые три месяца, полгода, анализы не показывают ничего. То есть если он, допустим, вчера у него был рискованный секс, да, какое-то рискованное поведение, а завтра он пошёл сдавать анализ, анализ ничего не покажет, и он будет совершенно спокоен, что он здоров. Чтобы понять, всё-таки заразился человек или не заразился, нужно выждать определённое время, так называемый инкубационный период. Вот когда он проходит вот эти три-шесть месяца, в редких случаях год, вот уже можно сдавать анализы. Ну, когда сдаёшь анализы, как правило, стадии острой ВИЧ-инфекции нет. То есть внешне, клинически нет, просто ничего нет. Никакой клиники нет, никаких симптомов нет. Человек чувствует себя абсолютно прекрасно. И дальше наступает так называемая третья бессимптомная стадия ВИЧ-инфекции, которая может быть и 10, и 15 лет. Представляете? И человек прекрасно себя чувствует. Он за это время заканчивает институт, женится или выходит замуж, устраивается на хорошую работу, приобретает квартиру, машину. У него всё хорошо. Если, допустим, когда-то там, 10 лет назад, он сдал анализ на ВИЧ, и ему врачи сказали, что, вы знаете, у вас обнаружена ВИЧ-инфекция, он говорит, подождите, мне 10 лет, я всё себя хорошо чувствую. Доктора, это вы ошиблись. Это вы мне навязываете этот диагноз. Ко мне приходят с очень большим уровнем агрессии. Чуть ли не жалобу в Минздрав за то, что вы мне ставите такой диагноз. Почему жалоба? Да потому что до сих пор в голове вот эта стигма, кто болеет ВИЧ-инфекцией, понимаете? И дальше 10-15 лет, но рано или поздно, вирус ведь разрушает иммунную систему. После того, как иммунная система истощается, то есть вместо 500 клеток в одном микролитре крови, то есть в одной маленькой капельке крови, 500 клеток и выше должно быть, он приходит ко мне, у него 10-20-50 клеток, то есть иммунитета нет. Человек начинает болеть. И вот когда он начинает болеть, развивается СПИД. А вот, кстати, чем отличается ВИЧ от СПИДа? Вы знаете, СПИД – это такой термин, который сложился в самом начале, когда ещё не был известен возбудитель, да, было неизвестно. Просто молодые люди, как правило, началась эпидемия в Америке, и там в основном это были мужчины, имеющие секс с мужчинами, которые в возрасте 22-25 лет вдруг начинали заболевать теми болезнями, которыми болеют глубокие старики. Это пневмонии, причём не обычные воспаления лёгких, а так называемые пневмоцистные пневмонии, которые бывают у глубоких стариков, когда истощён иммунитет уже в силу возраста. Это разного рода онкология, ну и подобные заболевания. И поскольку было понятно, что состояние связано с иммунодефицитом, но до момента заболевания эти люди, в общем-то, были достаточно здоровы, то есть они не родились с этим иммунодефицитом, вот и появился термин «синдром приобретённого иммунодефицита». Сейчас мы эту аббревиатуру сохранили, используем её уже к четвёртой прогрессирующей стадии ВИЧ-инфекции, когда уже развивается та типичная клиника, которую на самом деле многие представляют себе. Человек худеет, у него начинается кандидоз. Кандидоз не только тот, что рекламируют по телевизору, но это кандидоз пищевода, кандидоз ротоглотки, кандидоз желудочно-кишечного тракта. Это развивается туберкулёз. Туберкулёз не только лёгких, который, в принципе, хорошо поддаётся лечению, и который мы флюорографически выявляем легко. А туберкулёз нетипичных локализаций. Это может быть туберкулёз кишечника, это может быть туберкулёзный менингоэнцефалит, который тоже два месяца, и человек просто жалуется на головную боль. При этом он худеет. То есть люди со спидом очень похожи на снимки заключённых в концлагерях. То есть это истощённые люди. При росте 170 человек может весить 38 кг. То есть это уже кожа и кости. Помимо этого развиваются ещё другие оппортунистические инфекции, которые приводят к поражению головного мозга, где образуются кисты. Может быть, слепота. То есть, понимаете, вот этот спектр заболеваний достаточно серьёзен уже. И самое страшное в этом всём, что когда у него такой низкий иммунный статус, мы назначаем лечение. Но лечение не успевает иногда помочь. Проходит 2-3. Иногда у меня 5-6 месяцев должно прийти, когда вот эти противовирусные препараты, которые подавляют размножение вируса, начнут действовать. Потому что сначала нужно подавить вирус, и только потом начнёт восстанавливаться иммунная система. А у человека, может быть, не быть вот этого времени. Понимаете? И бывают ситуации достаточно редко, когда у нас сразу человек впервые выявляется в стадии СПИДа. То есть он раньше до этого никогда не сдавал анализ. Как правило, это человек, который у нас уже давным-давно выявлен, он не ходил, не обращался, он игнорировал своё заболевание по той или другой причине, но просто потому, что себя хорошо чувствовал. А правильно я понял, что ВИЧ протекает бессимптомно, правильно? Как правило, бессимптомно. Как правило. То есть когда ко мне появляется впервые пациент... Знаете, я сейчас уже устала, я уже так долго не говорю. Но я помню, что первые лет 5, когда у меня появлялся пациент, я рассказывала впервые, да, я рассказывала, что такое ВИЧ-инфекция, пути передачи, как дальше надо поступать. Я всегда говорила в конце одной и той же фразы, я тебя очень прошу, не пропадай, потому что ты у меня появишься, только состояние будет другое, и я уже не смогу тебе помочь. Потом мне просто это надоело, потому что, в общем-то, приходят достаточно взрослые люди, очень... Основная масса пациентов, которые выявляются сейчас, это от 30 до 40 лет, вообще-то. Это предполагает, что у них уже достаточно высокий уровень, да, осознанности по отношению к себе и к своему здоровью. Но, тем не менее, вот происходит так, как оно происходит. Правильно я понял, что при своевременном обнаружении ВИЧ-инфекции и добровольном лечении на самом деле не всё так страшно, как... Да вообще не страшно. Во-первых, когда выявляется ВИЧ-инфекция. И человек обычно узнаёт об этом диагнозе случайно, когда он сдаёт анализы. Когда сдаёт анализы, когда обращается за медицинской помощью. Либо попадает, там, я не знаю, с аппендицитом, ну, или там женщина к гинекологу пришла просто с гинекологическими какими-то проблемами, да. Ну, любые совершенно. То есть очень часто у нас, у нас вообще на самом деле Сибирная организация здравоохранения признала нашу систему выявления ВИЧ-инфекции самой эффективной, потому что у нас очень большой уровень обследования пациентов. Очень. В России. В России, да. То есть в Европе до недавнего времени была другая ситуация. То есть если пациент даже знал о своём ВИЧ-статусе, но он где-то, он не был ранее выявлен, он, например, знал, что партнёр у него болен, да, допустим, такая ситуация, но он не хотел сдавать. У нас достаточно большое широкое обследование на ВИЧ, поэтому выявляем мы достаточно рано. Выявляем мы, как правило, вот на этой третьей бессимптомной стадии. И пациенту в этой ситуации остаётся только раз в полгода приходить к доктору и сдавать анализы. И мы должны поймать момент, когда клиники ещё нет, проявлений клинических, что ВИЧ-инфекция прогрессирует, нет, а анализы уже плохие. И вовремя начать лечение. Вот если мы вовремя начинаем лечение, то люди живут совершенно нормальной жизнью. Сейчас это таблетки, если, когда я начинала, у нас были схемы, знаете, там 20 таблеток в день, 25 таблеток в день, сейчас это или 4, или 6 таблеток, бывает даже 3, есть схемы с тремя таблетками, которые пьются либо 2 раза в день, либо раз в день на ночь вообще. То есть это не страшно, это не сложно выпить и там раз, допустим, в полгода сдать анализы и планово приходить к доктору. То есть это обычная, совершенно обычная рутина, которая сейчас уже есть. Поэтому то, что наши пациенты умирают, и вот практически каждый день они умирают, ну это просто катастрофа. Уважаемые телезрители, никуда не переключайтесь, вы смотрите программу «Открытый диалог». Скоро продолжим. Уважаемые телезрители, мы вновь в студии. Я напоминаю, это программа «Открытый диалог». Меня зовут Сергей Тарачанов. И сегодня у нас в гостях районный специалист по ВИЧ-инфекции Люберецкой районной больнице номер 2 Елена Разговорова. Ну, продолжим. Общение. Елена Викторовна, расскажите про масштабы угрозы в России. Есть ли какая-нибудь цифра? Ну, у нас официально зарегистрировано более миллиона ВИЧ-инфицированных в России. То есть цифра, конечно, огромная. Если брать поле Берецкому району, то на конец года было 1640 человек, 1650, да? И это те, кто зарегистрированы, но не все из них, вы понимаете теперь уже, да, стоят на учете. Есть люди, которые не обращаются и категорически не хотят наблюдаться. Но это цифра, которая отражает количество выявленных ВИЧ-инфицированных. Для того, чтобы понимать реальное количество, нужно понимать, что человек заразился. И если по какой-то причине он не сдал анализ на ВИЧ, он не догадывается, что он болен. И он продолжает вести нормальную жизнь. Что значит нормальная жизнь, допустим, для молодого свободного мужчины? Как вы думаете, три партнера за пять лет – это много или мало? Это мало. Это мало. В нашей обстановке, да, в нашей действительности это мало. Хорошо. Кто-то из этих партнеров исходно инфицирован. Значит, они живут вместе год-полтора, и дальше каждый из них расходится и встречает нового партнера. И что происходит, да? И заражает опять следующего партнера. Дальше эти двое расходятся опять. Какое количество заболевших будет за пять лет? Геометрическая прогрессия. Сказать, какое количество реальных больных, не может никто. Прогнозы Федерального Центра СПИДа, они, конечно, ужасающие. Но я считаю, что то, что говорят они, то, что у нас и численность населения сократится в ближайшем будущем. И если мы не будем принимать адекватные меры. И то, что, в общем-то, прогноз абсолютно неблагоприятный, вот сегодня, в настоящей нашей действительности, эти люди говорят правду. Потому что Федеральный Центр СПИДа – это доктора, которые стояли у истоков заболевания в России. Дальше. Кстати, да, у меня просто есть информация, очень кстати. Как утверждает эксперт, если вирус будет распространяться по стране с такой же скоростью, то через 40 лет население России составит 100 миллионов человек, что на 30% меньше нынешней ситуации. Ну, вы знаете, ситуация реальная, потому что основная масса моих пациентов – это работоспособные молодые и средний возраст. И если их не будет, то, соответственно, не будет. Не будет семьи, не будет детей, не будет детей. И это сокращение населения. Это да. Но вот продолжая тему, я хочу сказать. Я сейчас имела в виду, допустим, мужчину. Если мы говорим о женщине, только, допустим, свободная женщина, да, у которой за 5 лет 3 партнёра. Кроме этого, сейчас очень модно и это правильно – вести здоровый образ жизни в плане внешнего вида, похода в фитнес, маникюров и так далее. Но при этом каждый из нас хочет сэкономить. И мы не ходим в маникюр в дорогой салон, где обрабатываются инструменты. Мы ходим в ближайший подвал, где мастер села работать утром инструментами и закончила этими же инструментами вечером. И количество инфицированных… То есть, допустим, если с утра к ней пришла клиентка, и она является ВИЧ-инфицированной, даже об этом не зная, то инструмент получается инфицированный. И дальше идёт передача следующим клиентам. А если их ещё не обрабатывают? А, конечно, их не обрабатывают, потому что, когда ты приходишь в салон, у тебя должны быть стерильные инструменты на каждого клиента. На каждого. Это не то, что при тебе мастер куда-то их опустила и через 30 секунд достала. Это не обработка инструментария. Дальше – татуаж. То есть, сейчас очень модно самого разного рода татуировки. Женщины, добавляя татуировки, там ещё и татуаж сделают на лице. И очень часто делается татуаж или татуировки на дому. Или в ближайшем подвале. У нас есть случаи передачи ВИЧ-инфекции через татуаж. Когда приглашали мастера, подруги, все свои подруги, приглашали мастера на дом. Инструмент у неё был. Одноразовые иголочки были одноразовые. Но ёмкость с краской, которой она наносила татуаж, была одна на всех. Кто-то, очевидно, из этих пациентов был инфицирован. Либо она уже пришла с инфицированной краской. Но факт тот, что она заразила остальных трёх. Понимаете? То есть получается, что у нас сейчас такая ситуация, когда мы, в общем-то, ведя нормальный образ жизни, да? Абсолютно. И в сексуальном плане. И, не дай бог, конечно, не употребляя никакие психоактивные вещества. Мы все находимся в огромной зоне риска заразиться. Да, а вот какие вообще шансы на благополучный исход этого взаимодействия? Есть ли вот лечение? Вы знаете, лечение есть. И оно очень эффективно. Это лечение противовирусное. Причём каждый год появляются новые препараты. Если открыть интернет, начинаем читать, что там не хватает, в том регионе не хватает. Я хочу сказать, что Москва и Московский регион, Московская область, да, и в частности Любрицкий район, мы имеем препараты. То есть перебоев в этом году нет. И руководство наше сделало всё. И Московского областного центра СПИДа, и правительства Москвы, и Московской области. Они делают всё, чтобы этой проблемы не было. Здесь проблема немножечко в другом. То, что пациенты не хотят лечиться. Не хотят или вот чего-то боятся? Вот главная проблема. Неужели это такое давление от здорового общества идёт? Да, очень большое давление, очень большая стигма в голове, раз. Огромное количество информации на сайтах о том, что препараты, что эти таблетки тяжёлые, что у них огромное количество побочных эффектов, что начиная их пить, если ты потом прекратишь пить, то ты сразу умрёшь. В общем, огромное количество мифов. Причём люди доверяют гораздо больше этим мифам, чем визиту к врачу, который объяснит всё. Конечно, это лекарство, и, конечно, у них есть побочные эффекты. Но если эти побочные эффекты есть, и пациенты их формулируют мне, то мы меняем схему, понимаете? Просто даже не всегда они их формулируют. Они, начитавшись в интернете, считают, ну что же делать, надо потерпеть. Ну, как бы не предъявляя жалобы. А вторая большая проблема – это то, что сейчас очень развито спиддиссидентство. Это отрицание, полное отрицание ВИЧ-инфекции как таковой. Даже при сдаче анализов, и по факту, действительно, когда человек болеет, он напрочь… Ну, они, знаете, как рассказывают, у нас в этот момент был плохой иммунитет, мы болели, поэтому анализы показали, что у нас ВИЧ-инфекция. И перепроверяют сразу? Перепроверяют, получают этот анализ, получают. Он подтверждается. Они едут в Московский областной центр СПИДа, проводят так называемую ПЦР-диагностику. Что такое ПЦР-диагностика? Это уже не просто антитела, а это обычный анализ на ВИЧ, который мы сдаём. Это вирус, анализ на вирус. И считается, сколько вирусов в крови. Оказывается, там, допустим, в крови несколько миллионов копий вируса в одном маленьком миллилитре крови. Люди отрицают. Отрицают, опять же, возвращаясь к особенностям ВИЧ-инфекции, потому что очень долго ничего не болит. Очень долго. И если говорить о спид-диссидентстве, знаете как, есть три категории пациентов, у которых мы выявляем ВИЧ-инфекцию, где мы работаем сразу, не дожидаясь вообще ничего. Это беременные женщины, понятно, да. Это доноры тут же. Это дети. То есть вот когда мы не можем ждать, потому что если это просто взрослый человек-пациент, с которым я провела полноценную беседу, я ему всё объяснила, я знаю, что я это 40 минут делаю, что я стараюсь донести до каждого, понимаете? И он уходит, говорит, доктор, вы всё врёте, я больше к вам не приду, это его личное право. И его выбор, как дальше пройдёт жизнь, согласитесь? Но вот то, что касается детей, к сожалению, ситуация очень печальная. То есть даже у нас в Люберецком районе есть женщины, которые, являясь ВИЧ-инфицированными, родили ВИЧ-инфицированных детей. И они отрицают наличие у себя этого диагноза и наличие диагноза у ребёнка. При том, что ребёнок регулярно попадает в самые разные больницы и в Московской области, и в Москве. И это всё является проявлением ВИЧ-инфекции, мать отрицает. Она говорит, подождите, доктор, но вы на меня посмотрите, как я хорошо выгляжу. И мою девочку, или мальчика у нас, вот несколько таких человек, они же, посмотрите, как они хорошо бегают, какие они живые, какие они там здоровые сейчас. Хорошо, а вот они отрицают наличие этого заболевания. И как это, кем-нибудь это контролируется? Потому что вы, как я понял, вы их просто отпускаете, и всё. Знаете, здесь палка о двух концах. С одной стороны, мы должны реагировать, потому что это дети. Есть законы, защищающие права детей. И в данном ситуации родители нарушают этот закон. То есть они ставят своего ребёнка, то есть угроза уже смерти у ребёнка. И это всё прописано законодательно. С другой стороны, если мы обращаемся в какие-либо органы, то мы разглашаем врачебную тайну. И это тоже уголовно наказуемо. То есть, например, я на приёме не имею права, если ко мне придёт мама, папа, муж, жена, дети, и у меня на карте не отмечено, что родственники знают. То есть я не уверена. То есть мне пациент сам не разрешил с ними общаться. Я даже разговаривать не буду. Я не имею права разглашать врачебную тайну. И здесь получается как бы палка о двух концах. Но я могу сказать, что вот несколько случаев, которые сейчас уже прошли по Московской области, Московский областной центр СПИДа, юридически как бы всё грамотно оформив, с максимально возможным соблюдением врачебной тайны, то есть было посвящённо только лицам, которые должны заниматься вот этими вопросами в связи с лишением, с лишением, либо с принудительным лечением детей, там по-разному. Они уже как бы сейчас запускают вот этот механизм. И один из районов Московской области уже через суд мать была лишена родительских прав. Какими способами можно заразиться? Вы уже сказали, да, это половым путём и... Через кровь. Через кровь. И всё, больше? Всё. Два пути заражения. Ну и третий путь от матери к ребёнку, но это такой специфический путь. Значит, через кровь. Это может быть где? Все почему-то грешат на медицинские учреждения. Сейчас мы работаем одноразовым инструментарием. Притом вирусы нестойкие во внешней среде. То есть если даже нет полной обработки трёхэтапной, минимальная концентрация дезраствора, и вируса уже нет. Иначе количество вичинфицированных хирургов и акушер-гинекологов, да, которые проводят роды, представляете, какое было? Потому что особенно экстренные показания пациента поступают. У доктора нет времени ждать, когда придёт анализ на ВИЧ. Он должен оказывать помощь, и у нас бы все медики были инфицированы. То есть здесь получается так, что минимальная концентрация дезрастворов. И вирус не... всё, он неактивирован. Если говорить об обычной жизни, это половые контакты. Половые контакты – это только презервативы. Всё. С незнакомым партнёром должны быть только презервативы. К сожалению, как бы не был хорош человек, с которым, допустим, женщина встретилась, девушка, и она видит, что да, у него всё хорошо. Этот человек сам может не знать, что он инфицирован. Он просто элементарно не знает. Я бы хотел предоставить вам возможность сказать нашим телезрителям рекомендации по лечению и вот в целом, как реагировать на эту ситуацию. Ну, уважаемые зрители, мне очень хочется сказать, что, во-первых, ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание. Это не смертельное заболевание, которое хорошо поддаётся лечению. Не нужно бояться, что у вас у кого-то из ваших близких, допустим, есть такой диагноз. Очень важно в нашей ситуации вовремя обратиться. При своевременном обращении человек будет жить достаточно долго, до старости. И какие-то, допустим, у него будут возрастные проблемы, от которых он дальше будет лечиться. Но не от СПИДа. То есть мы не получим развитие СПИДа у этого пациента. Это первое. И второе, всё-таки мне, я думаю, что разные категории зрителей меня смотрят. В том числе, наверняка, среди них есть и мои пациенты. У меня очень много достойных людей, которые живут достойной жизнью, рожают детей, ходят на работу, имеют огромное количество увлечений самых разных. То есть живут полноценной, насыщенной жизнью. Я хочу сказать вам большое спасибо, потому что я многому у вас учусь. И прежде всего, той вот стойкости жизненной, которая у вас есть, несмотря на то, что, в принципе, вы живёте с таким серьёзным заболеванием. Елена Викторовна, спасибо вам большое за это общение. Уважаемые телезрители, я напоминаю, вы смотрели программу «Открытый диалог». Меня зовут Сергей Трачанов, а сегодня нашей гостью была районный специалист по ВИЧ-инфекции Люберецкой районной больнице номер 2 Елена Разговорова. Уважаемые друзья, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова